Белорусский реванш. Лидеры оппозиции призвали граждан к общественной забастовке. 28 октября прошел стрим по подготовке к забастовке с участием Светланы Тихановской и Павла Латушка. Оппозиция предлагает бойкотировать свою работу на всех госпредприятиях и не покупать товары в государственных магазинах, а также не снимать деньги в госбанках, принадлежащих Лукашенко и ему близкому окружению. Призывы к общенационально-бессрочной забастовке распространяют через все соцсети и телеграм-каналы. С небес на землю. В Ульяновской области уволили руководителя информационно-издательского отдела епархии Иерея Георгия Сухобокова за желание пожать руку Алексею Навальному. На своей странице в фейсбуке Иерей высказался о присуждении премии имени Сахарова Алексею Навальному. «Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку», написал священник и вскоре был уволен за то, что привлек внимание со стороны органов. Навальный тоже отреагировал на новость об изгнании священника и в знак поддержки посоветовал перечитать Библию. Небесный занавес. Компания Аэрофлот отменила почти все рейсы в Омск и из Омска на 7 лет из-за бедности региона. Настоящий уровень великой державы, где простой житель глубинки не способен позволить себе перелет даже на территории своей страны. Во имя любви. Освоившись на посту хозяина Хабаровского края, Михаил Дегтярев преподнес подарок своей благоверной. Теперь супруга бывшего в Рио, ведущая авторской программы «Культурный код» о яркой и насыщенной жизни в городе и крае. Сама программа выходит на краевом телеканале 6TV. Как утверждает само руководство, Галина Дегтярева попала на канал по чистой случайности и никаких гонораров получать не будет. Внесут ли статью расходов на авторский проект в бюджет края или же Михаил отблагодарит жену лично? А на сегодня у меня все. Следите за нами и оставайтесь в курсе событий. Продолжение следует...